ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, это Гаджет! Голосочек, ты тут? О да, привет! Вот ты славненько! Сегодня я заготовил для вас... Не для тебя! Эх... В общем, заготовил любопытные новости и уже по сложившейся традиции в конце выпуска разыграю что-то очень прикольное. Что? Пока не скажу. Итак, Голос, ты нас чем сегодня обрадуешь? Гаджетом. Как предсказуемо. Смотрим! Смартфон Sony Ericsson V995, который стал очередным шагом к полноценному гибриду камеры, мобильного телефона и карманного кинотеатра. Формат модели V995 классический слайдер. Цифровые клавиши в традиционном для Sony Ericsson стиле имеют хороший и внятный ход. Управляющие кнопки на верхней панели собраны в блоки по три по обеим сторонам от центральной навигационной клавиши. Качество материалов очень неплохое. После Nokia берешь Sony Ericsson в руки и чувствуешь – вещь! Мордочка металлизированная. Весь корпус – неголимый пластик, а настоящая пластмасса. Со сборкой похуже. Аппарат слегка подрязгивает, люфтит, кнопки чуть болтаются. На борту есть слот для карт памяти. Поддерживаются объемы до 8 гигабайт. Карта Memory Stick Micro в комплекте. Встроенная память – 118 мегабайт. Чудес, конечно, не бывает. И с телефонной оптикой даже специализированный фотопроцессор не может обеспечить идеального качества картинки. Снимки получаются зашумленными в условиях недостаточной освещенности, а также при наличии в кадре значительного контраста. Смартфон обеспечивает всю ту функциональность, которую от него ждешь. Работает в сетях GSM и 3G, ловит FM-радио, позволяет слушать музыку и смотреть видео, делать диктофонные записи. Встроенный GPS не только позволяет ориентироваться на местности, но и снабжает фотоснимки геотегами. Можно затем с уверенностью привязать каждое фото к точке на карте, где оно было снято. Из недостатков можно отметить не самый емкий аккумулятор. В реальной жизни его хватает на пару дней при средней нагрузке. Для девайса класса карманный мультимедиа-центр недостаточно. Большинство функций при слабом аккумуляторе просто простаивают. В остальном удобная, добротная модель. Смартфон с солидной фотокамерой и ксеноновой, а не светодиодной, лампой-подсветки, мультимедиа-фишками, приличной начинкой, фирменными изюминками. Поклонникам марки Sony Ericsson рекомендуется. А теперь давайте к более интересным гаджетам перейдем. Давай-давай, переходи к своему тупизму. Спокойно! Раньше времени не говори. Так вот, роботы и пивасик из айфона. Вот зачем будущее. Ну, скажем, вам нужно помыть пол. И самое стрёмное в этом, то, что приходится мыть по углам, залазить руками под шкафы, короче, страшное дело. Но! Оказывается, есть человек, который нашел способ справиться с этой проблемой. Давай к делу уже. Зовут этого гения, ну, а как иначе, профессор Масахито Инами. И создал он поломойщика, который без проблем, как утверждают эксперименты, может залезть в любую дырку. И еще одно интереснейшее изобретение пива-йфон. Круто ведь? А главное, что его можно сделать самому, воспользовавшись обучающим видео. Гаджет, а тебе слабо такое сделать? Мне? Да. А что у тебя там по обзорам? Lenovo IdeaPad S10 II. Компания Lenovo предлагает уже вторую версию нетбука S10, исправленную и дополненную. Так сказать, по итогам работы над ошибками. Диагональ экрана S10 II по-прежнему 10,1 дюйма. Разрешение 1024 на 600. Подсветка светодиодная. Внутри машинки неизменный трудяга Intel Atom N270 с тактовой частотой 1,6 ГГц, а также 1 ГБ памяти DDR2 и жесткий диск на 160 ГБ. На борту Lenovo S10 II находится комбинированный модуль Wi-Fi Wi-Max. В модели S10 II компания Lenovo реализовала функциональность One-Key Rescue System. Как и следует из названия, нажатие единственной кнопки позволяет разрешить большинство некритичных проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации нетбука. Для хозяина S10 II веб-камера не будет мертвым грузом. Достаточно активировать функциональность VeryFace, чтобы задействовать ее в полной мере. Эта технология позволяет открывать доступ в учетную запись в системе не по вводу пароля, а по самому факту появление лица зарегистрированного пользователя перед веб-камерой. Удобно. Графический адаптер на борту S10 II стандартный Intel GMA950. Посмотреть фильмы в формате HD таким образом у владельца нетбука не выйдет. Зато сыграть во что-нибудь неувидающее вроде Diablo 2 вполне. Кстати, три порта USB 2.0 и модуль Bluetooth дают возможность подключить к нетбуку немало разнообразной периферии. Карт-ридер 4 в одном остался на месте, а вот слот для карт экспресс-карт 34, который в предыдущей версии присутствовал, внезапно исчез. Это не зря, ведь только-только появились SSD-накопители в этом формате, а они позволяют серьезно ускорить работу машинки, что важно при слабом, в общем-то, процессоре нетбука. Клавиатура и в первом S10 была весьма неплоха, однако вторая версия нетбука и в этом отношении оказывается еще лучше. В целом прилично, но недоработки прошлых моделей были исправлены, хотя и не целиком. Скажем, хотелось бы более быстрого процессора и более мощной графической подсистемы. Сегодня эту модель можно найти за 15,5-16 тысяч рублей. Это все-таки дороговато в нынешнее непростое время. А я продолжу делиться с вами интересным. СТГ на очереди. Самым тупорылым гаджетом на этой неделе признается... Сейчас все офигеют. Флэшлайт моушен! Это такая штука... Ну, в общем, из картинки все и так ясно. Она очень понравилась самому Дэвиду Кроссу! А это кто? Я не в курсе, но на него на сайте есть ссылка. Короче, если узнаете, кто это, то пишите. Что ставим? Хе-хе, еси! Ах ты шалун! Ладно, давай, охлади нас своими пресными обзорчиками. Блэкбери 9000 Болт. Эти машинки имеют устойчивую репутацию коммуникатора для олигархов, поскольку до сих пор их продавали крупные операторы, да еще и не всем, а только крупным клиентам, которые могли купить спецсервер, прикрутить его к собственной корпоративной сети и снабдить топ-менеджеров машинками. В середине года к ним присоединилась Дельта Мобил, которая предлагает Блэкбери, что называется, для всех. Оператором там выступает Билайн. Сам по себе аппарат очень симпатичный, ладно лежит в ладони, имеет очень неплохой экран, клавиатурка удобная. Для управления меню, прокрутки и прочего под экраном размещен маленький шарик трекбола. На машинке реально можно с комфортом сервить. Не очень крупный экран полностью компенсируется удобством браузера, который уверенно показывает даже развесистые сайты, хотя с флеш-анимацией есть затыкник. Но главная фишка Блэкбери – это работа с почтой. Покупать аппарат с рук особого смысла нет. Он, конечно, будет работать как коммуникатор, причем неплохой, но главные вкусности доступны только, если ежевичное устройство живет в сети, где доступен специальный сервер синхронизации BlackBerry Enterprise Server. От почты на остальных коммуникаторах мыльница BlackBerry отличается, во-первых, тем, что работает без глюков, во-вторых, тем, что работает быстро и справляется со спамом. Не замечено проблем с кодировками, и все это быстро. Почтовый сервер BlackBerry гонит на машинку почту в сжатом формате, а тачи так и вообще выдает по требованию. Плюс шифрование на всем пути. ФСБ не спасет, но любопытствующие товарищи обломятся. Среди прочих возможностей все функции современного коммуникатора. Аппарат оборудован шустрым процессором Marvel PXA 930 на 624 МГц, работает под собственной осью BlackBerry OS, софта для которой выпущено много. Есть также гигабайт флэш-памяти, гнездо для карт microSD, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5-миллиметровый аудиовыход, GPS, мини-USB, аккумулятор на 1500 мАч. Работает в среднем дня 3, если особо не насиловать. Недостатки. Ну, тоже есть, конечно, но не технические, а скорее по жизни. Надо четко понимать, что эта штука не игрушка для подростка. Пожиратели гравия и айфономаны его вряд ли оценят. Стоит он довольно дорого, 25900 рублей по прайсу. Плюс за услуги сервера тоже надо платить. 1000 рублей за подключение, 1000 рублей в месяц за услугу. Если использовать BlackBerry по делу, это все, конечно, отбивается. Но аппарат надо именно что? Использовать по делу. В начале программы я говорил, что будет конкурс. И я не врал. Вот, у меня в руках три билета. Ну, на самом деле, это бумажки. давайте представим, что это три билета на презентацию. На презентацию какой игры? В общем, все варианты пишите в комментах. Если угадаете, то и два друга отправятся на ивент, который состоится в Москве 16 сентября. Ну, а с вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмаки! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok